В 67-й школе проверили качество горячего питания. Народные контролеры от партии «Единая Россия» оценивали температуру каши и омлета, а также объем выхода готовых блюд. Присоединилась к общественникам и наша съемочная группа. Сегодня на завтрак в 67-й манная каша, омлет, сыр, хлеб и какао-напиток. До прихода из голодавшихся детей на столы ставится все, кроме каши. Сначала контролеры Анна Фасхеева и Алексей Абдурахманов проверяют вес омлета. Мы взвешиваем омлет. У вас выход 105 грамм. Давайте будем измерять. Допустимое отклонение от 3 до 5 граммов. На выходе есть порции по 112 и по 108. Режет человек, не компьютер. Среднее значение из пяти взвешенных порций – 107 в пределах нормы. 536, делим 5. Далее измеряется температура каши. Она должна быть не менее 65 градусов, но сразу из кастрюли, конечно же, выше. Сейчас уже доходит до 70 градусов. То есть, соответственно. То есть, соответственно, по крайней мере. Температурный режим соответствует. Контролеры отмечают также приемлемый вкус омлета и каши, а далее начинает работать раздаточный конвейер. Именно потому, что в этой школе основное горячее блюдо каждый ребенок забирает сам, холодным оно никому не достанется. От системы раннего накрывания на столы здесь отказались 9 лет назад. Таким образом, мы вообще сняли проблемы и вопросы родителей, почему блюдо оказалось холодным. Наши дети получают блюдо от раздатки. Это гарантированно всегда горячее. В 67-й школе 44 класса, 1198 учащихся. Это одна из самых больших городских школ. Горячим питанием здесь охвачено практически все начальное звено. В старших классах все очень по-разному. Есть дети второй смены, они приходят в школу уже сытыми, там охват поменьше, это 84-85%. А старшеклассники, 90% охват питания, при том, что у старшеклассников есть право выбора. Или это будет манная каша, или это будет буфетная продукция. Десятидневное меню сбалансированное. Оно разрабатывается специалистами компании и поставщика услуг питания и утверждается в Роспотребнадзоре. Присутствует блюдо из птицы, из мяса, из рыбы и обязательно молочной длины. Обращаем внимание на то, что кашу доедают далеко не все. Вот и семиклассник Артем осилил только 100 из 200 граммов. Ну, наелся потому что. Наелся потому что? Да. Хватает, да? Ну да. А так вот все-то вкусно? Да, вкусно. Девятикласснику Максиму тоже вкусно, но он предпочитает продукцию из буфета. Кормят нормально. Пицца, сосиски в честь, чай, сок есть, булочки с сахаром. Нормально тоже. Народные контролеры вот уже почти 10 лет проверяют санитарное состояние школьных столовых, качество поставляемых продуктов, ассортимент блюд и квалификацию сотрудников. Вот и 67-я школа прошла проверку. С оценкой «отлично». Мы проверили температурный режим, что соответствует. Также мы проверили объем блюд. Объем блюд на выходе соответствует меню раскладки. То есть по объему блюд тоже нет претензий. Мы довольны тем, что здесь все нормативные акты соблюдаются полностью. Андрей Рыжков, Денис Иванов, телекомпания ТВИН.